Дима, привет! Ура! Привет! Как дела? Отлично, здорово! Чудесно! Всё, я здесь! Никак мне не давали начать эфир, то звонки, то ещё что-то, то ещё что-то. Ну всё, теперь мы все рядом. Ты в Москве? Да, в Москве сейчас приехал. Ну, с приездом тебя. Ты просто путешественник. Очень приятно тебя слышать, видеть. Байкал, взаимно, очень приятно. Там благостное место, да? Чудесное. Да, горы, источники. Воздух шикарный, я надеюсь. Одни источники, в другой стороне соляные, там прям... Я помню, Байкал очень прозрачный, чистый, такого зеленоватого цвета. Я, правда, там была очень давно, но впечатление осталось навсегда очень благостное. Да. Дима, как настроение? А что происходит сегодня в твоём мире? Какие изменения? Настроение отличное. На лице улыбка, на сердце радость. Это первое, что начинает с самой день. И мой мир расширяется прям сказочным образом. Вроде на новости говорят, могут сказать о чём-то плохом, а, по крайней мере, у меня по факту всё расширяется. Это очень хорошо. Ты потрясающие слова сказал. Сейчас я покажу, что мне вчера прислали. Секундочку. Как раз на наши темы. Посмотрите, друзья. Весомовидно написано. На лице улыбка, на сердце радость. Ух ты! Представляешь? Причём мне девушка-художница по имени Мария чудесно прислала этого ангела, как она рассказала, и так подписала. Видишь? В честь нашего слогана. Отлично, отлично. Это безумно приятно, поэтому... Да, наш слоган «Шагает по миру». Это точно. Мне подхватывает. Очень здорово. Да, я очень рада этому. И я тебе больше скажу, я абсолютно с тобой согласна, что, несмотря на изменения, которые происходят сегодня в нашем мире, и, быть может, на какие-то препятствия, прохождения, у каждого они свои, иначе мы не перейдём на новый уровень сознания и осознанности. А, у меня ж мурашки. Поэтому мне нравится, что происходит развитие, мне нравится, что всё меняется, и это чудесно. Иначе мы не увидим в самое ближайшее время то, что мы хотим увидеть. Это любовь, открытая друг к другу, это единение, которое нам будет очень сильно помогать и будет нас спасать. И свет в душе, абсолютный свет друг к другу, помогать друг другу мы должны. Поэтому я счастлива, что сегодня мы вновь с тобой встретились. Любленную в семье, которая действительно актуальна в любое время, по домам мы или мы работаем, но это тема, которая всегда должна быть в нашем здравии. Озвучи нам, пожалуйста, Дим, как называется наша тема? Сегодняшняя наша тема – осознанное голодание. Мы разберём тонкости голодания, подводные камни. И зная подводные камни, мы уже знаем, как их не допускать. О, эта тема голодания, она такая очень необычная, с одной стороны. С другой стороны, как бы мы её ни отодвигали, ни говорили, потом, потом, сейчас не хочется, и сейчас не может, и прочее. Но тема действительно очень важна и актуальна, потому что в этом есть наше здоровье, в этом есть и наша осознанность, и наше осмысление этого мира. Поэтому, Дим, я знаю, что ты как никто спец в этом направлении, и очень хочется, чтобы ты нам сегодня поведал истины, которые кажутся очень просты, но так необходимы каждому человеку. Да, с удовольствием. Могу приступать. Давай, мы готовы. Я большой сторонник, да, голодания. Это часть моей жизни. Но я должен точно так же предупредить, что голодать можно и осознанно, и с пользой, и также можно голодать и с вредом для своего тела, психики и ума. Везде должна быть мера. Яд в малых дозах – лекарство, а лекарство в больших дозах становится ядом. Мера должна быть во всем, и особенно в голодании – таком мощном катализаторе внутреннего оздоровления. Ни одно животное в природе не употребляет пищу. Мы, когда болеем, нам ничто не лезет, как говорится, неохота употреблять пищу. Организм, когда человек болеет, он сам самоизлечивается. И наоборот, когда мы голодаем, мы спровоцируем способности организма на самоизлечение. И наша внутренняя природа начинает восстанавливать нас. И вот в голодании есть и благо, и подводные камни – это чистка. Если не знать, как она проходит, мы можем эту чистку усугубить. И вот тогда голодание становится вредным. Длительность голодания у человека индивидуальная. В пользе тела души и духа, то есть тела всех и ума. И эта индивидуальность напрямую зависит от нашей внутренней частоты. PH – кислотно-щелочного равновесия. Чем более мы щелочная структура, тем больше времени для голодания мы можем позволить себе с пользой. Чем кислотнее наше тело, тем меньше дней голодания мы можем позволить себе тоже с пользой. Определялось раньше, как предками в спасе, так и сегодня нами, длительность голодания и полезность голодания дыханием, задержками дыхания. Так как дыхание – это природный показатель, естественный показатель, что мы вообще из себя представляем по отношению к внутреннему здоровью. Задержка дыхания на выдохе 60 секунд в комфорте. Мы можем долго голодать, примерно 7 дней. Задержка до 60 секунд, 3 дня в комфорте. 3 дня голодания, в принципе, может человек любой голодать, а вот уже выше мы должны напрямую смотреть на свои внутренние показатели. И вот у голодания есть внешняя и внутренняя форма. Мы привыкли видеть только внешнюю форму, а что она из себя представляет. Это каскад оздоровительного голодания, такой как прежде чем голодать, мы должны очистить тело. Это диета. Она может идти 14 дней диета, потом чистка кишечника, после этого голодание, которое определяется дыхательными практиками, если в гармонии с природой и длительность голодания мы тем самым определим. Чистка, голодание, которое определилось с дыханием, после этого выход из голодания и насыщение. Четыре звена. И вот этот алгоритм очищения, голодания, выход и насыщения, все это внешняя форма голодания. И то даже ее не все соблюдают. Кто-то сразу в голодание, кто-то почистился, поголодал, но неправильно вышел. Кто-то вышел, но не сделал насыщение. Это одно. Но если человек даже полностью подходит эталонно очищение, голодание, выход и насыщение, четыре этих звена, вот все шаги соблюдает правильно, это тоже лишь внешняя форма. Есть еще внутренняя. Это так называемая гигиена внутренних органов. Голодание янь. Голодание принцип янь внешний. И есть голодание принцип инь. Каждое звено очищения, голодания, насыщение, выход и насыщение должны сопровождаться специальными дыхательными практиками. То, что и практиковали наши пращуры, сегодня практикуют, и я уверен, должны практиковать дальше для целостного подхода к голоданию. Голодание внешнее и внутреннее, тогда будет максимально быстрый результат. Специальные дыхательные практики для очищения тела и кишечника, специальные дыхательные практики для самого голодания, специальные другие дыхательные практики для выхода из голодания и специальные дыхательные практики для насыщения. Дим, скажи, пожалуйста, прежде чем, прости, что перебила, как сначала убрать свой страх? Нам же себя жалко, да? Нам же кажется, что мы делаем что-то не то, или наш организм пострадает, и нам плохо, сразу начинает болеть голова, потому что ты не даешь организму кушать, как он привык. И как договориться с самим собой и убрать тот страх? Страх – это производное, это следствие. И следствие нашего ментала, ума. То есть страх происходит тогда, когда мы не можем что-то контролировать, либо осознавать. И вот если мы уберем вот эти два пробела, страх исчезает. То есть страх – это следствие способности не контролировать, либо не осознавать. Способность не осознавать. Мы должны хотя бы ментально, логически разложить по полочкам голодание, что дает. У нас обычно в голове стоит голодание – это стресс, там блокада Ленинграда, там то же самое и так далее. Как говорится, при слове только голодание уже понимаем, что у нас стресс для тела происходит, и этого нельзя допустить. Это черная сторона. Нужно еще белую изучить. А какие полезные функции дает голодание? И если мы узнаем черное, узнаем белое, то мы поймем, что оно может быть и такое, и такое. А как же уравновесить? Золотая середина. Мера комфорт. И уже мы подсознательно сами отпустим. Если будем знать только черное, то при слове у нас сразу будет страх. Если будем знать только белое, то при голодании мы не будем учитывать подводные камни, которые нас будут разрушать. Мы должны знать и то, и другое. И вот первый алгоритм страха – неосознанность. Мы должны изучить и минусы, и плюсы. И второе – контроль. Мы боимся того, чего не можем контролировать. Человек во время голодания не способен контролировать чистки. И вот то, о чем я сейчас буду рассказывать. Чистки бывают телесные, психические и ментальные. И если зная их, тогда мы сможем их обходить. И вот тем самым, то есть зная черное-белое свойство голодания, зная подводные камни чисток, страх просто сам собой растворяется. И мы уже, даже когда слышим голодание, нам уже приятно. Да это же здорово. Да я с удовольствием и так далее. И вот как раз моя задача за короткое время сегодня об этом все рассказать. Я тебе скажу честно. Значит, я сказала себе, я хочу начать процесс. То есть я пила там травы очистительные, которые ты рекомендовал. И масла, и там чистки. Все делала как хороший человек, который себя организовал. Потом, значит, отдых. Я себе сказала, все, я не буду кушать так, как все кушают. Это же отдых, все. Я все взяла с собой, но как только я приехала на отдых, я поняла, что, о боже, ну дай мне вот сейчас насладиться этим отдыхом. Дай мне вот так просто покушать, пусть чуть-чуть, но покушать, чтобы мой мозг не осознавал, что надо голодать. То есть я не стала с собой как бы сопротивляться к своим действиям, потому что я поняла, надо позволить себе на отдыхе отдыхать. Просто делать то, что тебе хочется. Потому что на отдыхе очень непросто себя организовать и в чем-то себя ограничивать. Да. То есть я не пошла против себя, я поняла, что всему свое время, и нужно подготовить себя к этому. Хотя я очень стараюсь, и это хорошо. Поэтому я хочу, чтобы ты нам рассказал, действительно, как ты сказал, кратко, но очень содержательно, что нам лучше применить и как нам начать процесс. Я знаю, что у тебя скоро будет семинар, совсем скоро, да, буквально там дней 7, если я не ошибаюсь, по голоданию. Да, 7 дней голодания, 2 дня входа, 2 дня выхода и еще, ну, соответственно, практики специальные, и еще 14 дней до начала, от 10 до 14 люди будут на диете. А что такое диета, слово, в твоем понимании, вот к голоданию? Есть несколько уровней диет. К голоданию диета пища должна быть безбелковая. Это даже без растительных белков, даже без орехов, для того, чтобы кишечник мог максимально простимулироваться и увеличилась перистальтика кишечника во время очищения. То есть безбелковая диета, и человек убирает яблоки, а также человек питается раздельно. Это вот такая вот диета. Раздельно это, ты видишь, это без углеводы не смешивать с овощами? В данном случае углеводы с овощами, но мы не смешиваем много, желательно больше трех продуктов за раз. И вот если начинать с голодания, обычно первое, когда мы слышим голодание, возникает страх из-за того, что у нас нет целостного понимания, что такое голодание, черное и белое. И нету понимания подводных камней, контроля чисток. В таком случае, пока мы не набрались этих знаний, человек может заменять слово голодание, допустим, словом пищевая пауза, чтобы наше подсознание по-другому это реагировало. Но как только человек два этих пробела убирает, восстанавливает, само слово голодание уже перестает на нас так влиять. Уже реакция на это словосочетание положительная будет становиться. Можно разгрузка. Разгрузка. Чудесное слово. И вот для того, чтобы осознать эти два звена, принцип голодания и подводные камни, мы начнем с плодов, что дает голодание. Основные факторы голодания, плюс и минус инь-янь, инь, это организм способен выводить яды из организма на уровне физики, на уровне эмоций и на уровне ума, ментальной. И второе, инь и янь, и второе, организм способен выводить мертвые клетки. Наш иммунитет, он старается защищать клетки имеющиеся и второе, принцип, выводить мертвые клетки. Защита от воздействия и вывод от уже мертвых клеток. И вот во время голодания очень сильно запускается процесс вывода мертвых тканей, мертвых клеток. Скажи, пожалуйста, а что значит яды и мертвые клетки? Откуда они появляются? С чего? В организме нашем? Пища, пища, которую мы употребляем. Употребляя пищу, организм после процесса пищеварения вырабатывает три яда. По-тибетски эти три яда звучат как слизь, кислоты и газы. Слизь, кислоты и газы. И они закисляют наш организм, элитроциты слипаются, кровь, то есть после этого органы, проблема после органов тканей, после тканей железы и так далее. И все из-за того, что возникают яды после процесса пищеварения. Это раз. Второе, мы еще неправильно питаемся, что усугубляем более сильный процесс воспроизводства этих ядов. И вот голодание, это природный способ избавиться от трех этих ядов. Раз. И второе, еще загубленные клетки мертвые вывести. Своим нездоровым образом жизни, который мы накопили. И вот это основные плоды голодания. Очищение и вывод мертвых клеток. Далее есть процессы длительного голодания. Если наше тело уже чистое, щелочное, тогда запускается процесс регенерации. Это третий плод. Как проходит сам процесс голодания? В процессах чистки он выражается, чистка тела, психики и ума. У чистки всегда два показателя. Поднимаются. Назовем это блоки шлаки и токсины. Это не совсем медицинский термин. Здесь, прошу прощения, меня извинить, если что-то там терминологию неправильно скажу. Мы называем это во время чистки. Первый процесс, стадия, поднимаются блоки шлаки и токсины. Блоки шлаки и токсины. Вторая стадия, вывод их из организма. Вот две стадии чистки. Поднятие и вывод. Поднятие и вывод. Поднялся один пласт. Мы стали себя дискомфортно, некомфортно чувствовать. Потом вывелось. Мы себя чувствуем комфортно. Потом поднимается более глубокий пласт из глубины. Вывелся. Поднимается еще более глубокий пласт. Вывелся. И так слой за слоем. Поднятие и вывод. Поднятие и вывод. Сначала, допустим, мышечный покров вывелся. Потом покров органов вывелся. Потом костный уровень вывелся. И так слой за слоем, глубина за глубиной. И вот когда происходит принцип поднятия, у нас тяжесть, слабость, вывод, легкость. И вот эти два процесса чистки, сжатие и расширение, инь и янь, поднятие и вывод у нас происходит на урне чистка тела, психики и ума Когда чистится тело, физика, физическое тело поднимается, блоки шлаки и токсины Мы сразу испытываем в теле тяжесть У кого-то были больные органы, почки, они заболели У кого-то была печень, она заболела, легкие она заболела и так далее То, что у нас болело, когда зажило, а тут оказывается остались зачаточные еще проблемы Во время голода они все обостряются Как говорится, там где ломка, то и надорвется Вот где у нас слабое звено в теле, во время голодания оно сразу пульсирует, дает о себе знать У нас тут проблема, а тут слабое место Это стадия поднятия Как только организм вывел проблему легкость Это место начинает крепнуть Первое, куда стремится сила, это слабые места И вот физическая чистка, которую мы чаще всего слышим во время голодания На самом деле это самое простое После того, как физика, физическое тело очистится Начинается более тонкая чистка И это чистка психики Точно так же чистка поднятия и вывод Поднятия более глубокого и вывода Но уже поднимаются не блоки шлаки и токсины физические А психические блоки поднимаются Поднялся психический блок, потом избавились Поднялся более глубокий психический блок, тоже избавляемся Это сколько примерно по времени должно пройти, чтобы после физического, эмоционально, психически начинается? Если у человека ПАЖ, задержка дыхания 60-90 секунд на выдохе То это идет практически каждые 3 дня 3 дня на физику, 3 дня на психику и 3 дня на ум А если у человека задержка дыхания меньше То увеличивается уже не 3 дня чистка физики А дольше, у организма меньше сил Он дольше будет чиститься, допустим, дней 5 По 5, а то и может больше Чем ниже задержка, тем будет дольше чистка и сложнее И вот когда чистится психика Поднимаются пласты И эти пласты раздражительность Это как раз блоки, проблемы Нашего психического плана То есть, когда чистится психика Два аспекта Человек может быть раздражительным по пустяку Может обидеться на своего близкого, прохожего И еще что-нибудь Само себя Может быть себя Себя облетать Да что, что я там не доделал Все что угодно Куда внимание упадет То вы можете раздражать Человек становится раздражительным Реакцией на внешние раздражители Либо на внутренние раздражители Более раним Потому что чистка психическая Слабая И второй аспект чистки психики Это обострение работы вкусовых рецепторов Неожиданно потянуло на чрезмерно сладкое Чрезмерно соленое Чрезмерно острое И вот нам тянет прям Какие-то навязчивые любимые блюда Начинают всплывать Как болезнь человека, который долго голодает Вроде бы телу не надо А прям все Перед глазами охота, охота, охота Это чистка психики Это все связано с психической чисткой Повторю Физическая чистка Это поднимаются проблемы в органах Потом выводятся Психическая чистка Поднимается эмоция Мы раздражительны Либо обостряются вкусовые рецепторы Психическая чистка Более глубокая и сложная Нежели физическая Но это еще не все После чистки тела И психики Начинается самая глубокая чистка И это чистка ума Точно так же Поднятие Вывод Вывод Потом поднимается более глубокая И выводится И тут уже поднимается Ничто иное Как из подсознания Низменные мысли Эго Да Да Самая наша Кривизна души Душа от нее избавляется И эта кривизна Поднимается на поверхность Только уже поднимаются Такие мысли Как А зачем мне это надо А может в другой раз А теперь я в этом смысла не вижу А кто вообще придумал Это голодание Что я тут делаю И вот Такие вот мысли Такие настолько тонкие Что Нашей личности кажется Что это ее желание Что мы сами Хотим пойти у нее на поводу Мы не понимаем Что это оправдание Что это чистка А мы убеждены Что это наше намерение Что это наше желание Пойти по этому пути Самая тонкая И вот здесь Как говорится Незадолго до победы Будет искушение сдаться Многие способны Пройти чистку Физическую Меньше Гораздо Могут пройти Физическую И психическую И единицы Способны пройти И физическую И психическую И ментальную чистку Позволить Организму На этих всех Трех уровнях Избавиться От того Что мне уже не нужно Потому что мне якорит Не дает дальше продвинуться Как Нет Реальности Нет возможности Чистый сосуд Вернее сосуд Чистой водой Залить Пока он грязный И вот пока Эта грязь Все не выйдет Нет смысла Наливать чистую воду Так и мы На уровне тела Души и духа Пока не очистимся Более положительное На уровне тела Псейку и ума В нас не войдет И вот Голодание Чистит И тело И псейку И ум Но если мы прошли Одно звено Начнется второе Если второе Начнется третье Вот в принципе Подводные камни Что И какая очистка Будет происходить Телесное Психическое И ментальное И многие Ожидают только Физическую чистку И когда Возникает Психическое И ментальное Мы ее не замечаем Нужно сразу Понимать Что есть И психика И ментал И они тоже Будут чиститься И вот Теперь Лекарства Как обойти Эти чистки Когда чистится Физика Физическое тело Для того Чтобы она Проходила Более Мягко Более Плавно Мы должны Заниматься Дыхательными Практиками Если у человека Корни Нервной системы Это мозг Сбалансировав Полушарие мозга Мы и эмоционально Будем более Уравновешены И вкусовые Рецепторы Будут более Устойчивые Если у человека Дисбаланс Полушарий мозга То наша И симпатическая И парасимпатическая Нервная система Будут раздражены А это Как следствие Даст на раздражение Эмоциональное И наоборот Когда мы Эмоционируем Мы в первую очередь Балансируем Дисбалансируем Полушария мозга Итак Для тела Это дыхание Для психики Это балансировка Полушария мозга Как Мы выполняли Кто Не знает Можете Посмотреть у нас В Ютубе В открытом доступе Наш марафон Где мы для мозга Тренировались Там йога для мозга Кисть Стопа Приседания Выполняли Очень быстро Балансируем Полушария мозга Психа Становится Устойчивая Для ментальной чистки Для ментальной чистки Обычно Выполняются Медитативные практики Сосредоточение Концентрация Здесь Это инструменты Для того Чтобы собрать Усилить ментал Вот в принципе Это с позиции Практик Если у человека Нет в арсенале Практик Он их не знает Либо знает Но ленится Не хочет выполнять То как минимум Когда происходит Чистка тела Психи Ума Чтобы не уйти На поводу Этих чисток Хотя бы Почитать какую-то Литературу Которая нас вдохновляет Либо пообщаться С единомышленниками Которые ведут Такой же образ жизни Хотя бы Не из практики Изнутри Хотя бы Извне Найти помощь Чтобы наше внимание Питалось положительным А не отрицательным Не увязало Внимание В чистках И вот самое главное Искусство Чисток Голодания Вне голодания Это уметь Управлять вниманием То есть Внимание Не управлять Не на проблемы В теле Не на раздражительность Не на отвлечение Ума А внимание Направлять Когда это происходит На положительное Не то Что я голодаю У меня проблема Идет чистка И Бедняжку уйти Вот проблема И вниманием Усиливать эту проблему А перенаправить Отвлечься Осознать Что чистка Да здорово Да я стану Чище И совершенней Да В этот момент Мой организм Сам избавляется От старого И так далее Как Мне очень Нравились И импонируют Слова Порфирь Иванова Когда он голодал Он Такую аффирмацию Себе делал День моего голодания Спасает человечество И с таким позитивом Входил в голодание И для себя И для других Почему бы нет Любой Наоборот человек Будет не бедняжкой А крутяшкой Да Да Совершенно верно Итак Что касается Голодания Первое Нужно Осознавать Не только Положительные Аспекты голодания Но и отрицательные Не только отрицательные Но и положительные Второе Нужно знать Подводные камни Подводные камни Это чистка Итак Первое Знать Плюсы Минусы Второе Знать чистку Чистка бывает Тело, психики И ума И третье Что нужно знать Во время голодания Уметь управлять Вниманием Не Укореняться Своим вниманием В чистке А наоборот Перенаправлять их На положительное На Вспоминать А для чего я голодаю А что мне даст Голодание И еще здесь Четвертое Это Лекарства То есть Противоядие Яд тела Чистка тела Лекарства Дыхания Яд психики Чистка психики Лекарства Балансировка Полушария мозга И яд Ментала Лекарства От него Фокусировка Внимания Вот в принципе Четыре аспекта Голодания В краткой форме Мы с вами Пробежались А что значит И знание Все это Это уже голодание Сноется осознанным Дима А что значит Фокусировка Внимания На чем она основана Ну На медитации Больше Да Фокусировка Внимания Это медитативные Практики Точка на стене Концентрация На пламени Свечи Это все Собирает Внимание По большому счету Многие Точно так же Как Пугается Слово Голодание И это Становится Стрессом Многие Кто далеки От медитации Сразу У них Оторжение Это что-то Эзотерика Может быть Либо Не мое Либо это Какая-то Религия И так далее Это по большому Счету Природа Нашего разума Знает Человек Не знает Хочет Не хочет Каждый Человек В мире Занимается Медитативными Практиками Сам Того Не подозревая Ювелир Когда занимается Работой Его внимание Сфокусировано Во время Работы Художник Танцор Во время Танца Он сфокусирован Максимально Бдителен Спортсмен Все Кто угодно Это все Сборки Внимания А медитативная Практика Это наука Как собирать Внимание Не от случая К случаю А просто Всесть И усилить Свой разум Неважно Чем вы Занимаетесь Социальной Деятельностью Научной Спортивной Духовной Медитации Медитация Перенос Перенос Медитативная Осознанный Сон И нужно Осознаться И в Водорствовании Во сне А так Да Можно Сказать Сон Это Медитация Но пока Мы Бессознательны Пока Мы Сном Не Управляем Я сегодня Какая-то странная Проснулась Какая-то Сегодня Я странная Проснулась У меня Мысли Умные Умные Появляются Вдруг Даже в разговоре С кем-то Я понимаю Откуда Я это Всегда Не понимаю Очень много Интересных Выскакивает Истин Из меня Самой Сегодня Может Какое-то Происходит Я не знаю В атмосфере Что-то Какие-то Повышения Вибрации Но явно Очень Заметно Лично Для меня Сегодня Не знаю Как Для кого Но В атмосфере Очень сильно Происходит Перенастройка Однозначно Трансформация Это Однозначно Дим Скажи Пожалуйста Я понимаю Да Я понимаю Что Мне хочется Чего-то Очень большего Но Как бы Нам Приблизиться К твоей Осознанной Теме По голоданию Которая у тебя Будет Семь дней И как бы Нам оттуда Всем Познать Что-то Очень нужное Для себя Давай мы Подумаем С тобой На эту Тему Чтобы Для наших Дорогих Телезрителей Которые Благотворительны Сегодня С нами И все Дни Когда мы С тобой Встречаемся Чтобы Мы Что-то Интересное Познали Из Твоих Интересных Практик Семинаров По этой Теме Интересной Очень Хорошая Идея Кстати Можно Друзья Все Кто Нас Смотрит Сделать Возможно Группу Где Они будут Параллельно Параллельно Это Возможно В какое-то Время Допустим Получать Практику Информацию И так далее Это было бы чудесно Подумай Пожалуйста Как возможно Нам к тебе Присоединиться Я подумаю Это вот сейчас У меня просто Вспыл У меня тоже Такая мысль Вдруг возникла И я захотела Очень сильно Там поприсутствовать Виртуально Телепортироваться В ваши Истины Конечно Очень хочется Потому что Нас много У нас большая аудитория Которая уже Нас с тобой полюбила За что огромное спасибо Дорогие друзья Которые Наблюдают за нами С тобой Которые с удовольствием Свою жизнь Осознают по-новому И делают Дыхательные практики С нами И сами По нашим методикам По твоим методикам Вернее И Я только лишь Как проводник Помогаю Немного Немного Тоже уже Мастер О да Поэтому очень будет здорово Если ты подумаешь И Позволишь нам Присоединиться Поближе к этому процессу Да Отличная идея Мы с тобой Сегодня Надеюсь Еще успеем Обязательно Дыхательные практики Наши любимые Которые все ждут И которые Как раз Я Про них Хотел сказать Вот эти фазы Голодания Очищение Вход в голодание Выход Сопровождаются Дыхательными практиками Это как раз теми Что мы и практикуем И сейчас Как раз Четыре Тех самых основных Которые мы делаем Всегда Да Да И вот Как раз Фазы Вход в голодание Чистка Голодание Выход из голодания И насыщение Это как раз Сопровождается Такими дыхательными практиками Как Вход в голодание Очищение Сопровождается Дыханием Очищение Это дыхание Сокола Само голодание Сам процесс Голодания Сопровождается Дыханием Полоза Либо черепахи Выход из Голодания Обычно Сопровождается Дыханием Волка С задержками Дыхания А Насыщение Сопровождается Дыхательной практикой Медведя Насыщение Или еще Как ты говоришь Дыхание Волка Регенерация Происходит Как раз На выход Из голодания Да На выход Из голодания Совершенно верно Слушай А я даже Не знала Представляешь Я думала Что нужно Все упражнения Когда Вот голодание Так скажем Разгрузка Для моего мозга Будет легче принять Я думала Что нужно Все потихоньку Делать упражнения Поэтапно А оказывается Нет Нужно Обязательно Делать Какое-то Конкретное Упражнение Для того Чтобы организм Было легче Да Под ситуацию Каждое дыхание Под ситуацию Это если Говорить Об эталоне Бывает У человека Отклонение В виде чистки Когда Допустим В голодании Мы дышим Дыхание Черепахи Полоза Но во время Голодания Пошла чистка Сложнее Чем Я был готов Науретела Все кюма И вот Если чистка Пошла Она идет Тяжело То можно Тогда Добавить Сокола Чтобы облегчить Чистку А если Голодание Мы практикуем У нас Голодание Настолько Легко идет Мы что Хотим Усилить Усилить Способности Тогда можно Добавить Медведя То есть Дыхательные практики Выполняются Каждое На своем звене Но можно Еще добавлять Изменения В дыхании Если Пошли Какие-то Отклонения Во время Самого Процесса Голодания Тогда Можно Перенаправить Играючи И грамотно Все сделать Дим Скажи Пожалуйста Такой вопрос Во время Голодания Разгрузки Организма Физические Нагрузки Должны быть Или нежелательны Чтобы не Сугубить Ситуацию Для тела Очень желательны Физические Нагрузки Очень желательны Для нашего тела Во-первых Мы Стимулируя Тело Мышцы Мы стимулируем В первую очередь Лимфу Основной Источник Вывода Слизи Из организма Второе Во время Физической Нагрузки Мы Прокачиваем Свой мышечный Покров кровью Питая клетку Микро Макроэлементами Минералами И третье Наше тело Находится В тонусе Оно не Как говорится Не уходит в вялость Во время чистки Охота Полежать Вялые И чем больше Лежим Тем становимся Больше вялыми Очень обязательно И рекомендуется Заниматься Физическими Упражнениями Ну конечно Все же Вернее Многие думают Что я бедняжка Мне надо полежать Я не знаю Кушать себе Что хочу Что привык Конечно Да Очень важно Договориться с собой Да Очень важно Договориться с собой И причем Как только мы Заметили Что мы бедняжка Начинаем верить В это Мы ей И становимся Да Очень смешно А чем мы думаем Тем мы и становимся А во время голодания Мы с реформой Сильнее работает Мы быстрее Становимся Тем Кем думаем А тут позанимались Тело Получило силу Мимолетно Возникла мысль Да какой я сильный Вот это Силище во мне И тут же Внимание Перенаправилось И мы становимся Этим То есть Лучшие аффирмации В момент Разгрузки Которые будут Нам больше помогать Для нашего Уверенного Спокойствия Да Аффирмации Перенаправлять Внимание Не очистки Я бедняжка А аффирмацию В силу Чистоту Здоровья Чудесно Что мы успеваем По времени О чудесно У нас еще Есть время Дыхательные практики Наши Все дыхательные практики Сейчас эти четыре И попрактикую Чудесно Занимаем Удобное положение Сейчас Расслабляемся Можно представить Как расслабляется Лоб Живот Растворяется И исчезает Я пока включу Метроном Никогда Не жалейте Время Перед практикой На расслабление Расслабление Это фундамент Новички Практикуют Чтобы расслабиться Мастера Расслабляются Чтобы практиковать Будьте Сразу Мастерами И перейдем К дыханию Сокола Для этого Мы закроем Правую Ноздрю Оставим Левую Вторая Кесть Печать Алхимии Большой пальчик В основании Безымянного Внутренний Камень Как ребенок Рождается И через Левую Дышим Сокола Это Секунда Вдох 7 секунд Выдох То есть Выдох Длиннее Чем вдох И начинаем Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох Напомню Сокол Очищение Очищает Тело Психу Вдох Выдох Очищает Тело Психу А также В основном Используется На первой Стадии Перед Голоданием Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Вдох Выдох Вдох Вдох Выдох Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. С каждым выдохом провожаем усталость, вдох, выдох, вдох, и еще раз выдох, вдох, произвольное дыхание. Сейчас перейдем к дыханию волка и в конце задержка дыхания. Итак, три подхода. Макушка в небо, на лицо улыбка, на сердце радость. Совершаем комфортный вдох, живот вперед. Комфортный выдох, живот в себя. Полный вдох, живот вперед. Полный выдох, живот в себя. И переходим к дыханию волка. Быстрое дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Через две ноздри. Обе кисти печать алхимии. Чем быстрее дышим, тем активнее регенерация в организме. Ускоряемся. Полный выдох, полный выдох, задержка дыхания, закрытый нос. И наслаждаемся от задержки дыхания. 10 секунд. 15. 20. Произвольное дыхание. Восстанавливаемся. Восстанавливаемся. Отдыхаем, расслабляем лоб, расслабляем низ живота. Готовимся ко второму подходу. Макушка в небо. Комфортный вдох, живот вперед. Комфортный выдох. Комфортный выдох. Ускоряемся. Выдох. Задержка дыхания, закрытый нос. 10. Произвольное дыхание. Восстанавливаемся. Готовимся к третьему подходу. Самому важному, самому главному. Макушка в небо. Комфортный вдох, живот вперед. Комфортный выдох, живот в себя. Вдох полный, живот вперед. Полный выдох, живот в себя. Волк. Дыхание регенерации. Ускоряемся. Когда ум хочет остановиться, наоборот, ускоряемся. Выдох. Комфортный выдох, задержка. На лице улыбка, на сердце радость. 10. 15. Даже 5 секунд, это показатель. 20. Расслабляемся, наслаждаемся. И переходим к третьему ритму дыхания. Медведь. Набор силы. Для этого закрываем левую ноздрю, правая открыта. И через нее свободная также печать алхимии. И через правую ноздрю дышим. Теперь 7 секунд вдох, секунда выдох. И начинаем вдох. Укрепляя тело психику. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох. Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох, 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 выдох. дыхание, полос, либо черепаха. Вдох равняется выдоху по 10 секунд каждый. Трансформация, ощелачивание и долголетие. И начинаем вдох через две ноздри. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. И еще раз вдох. Выдох. Выдох. Отпустили контроль дыхания, произвольное дыхание. Улыбнулись на лице, улыбка на сердце, радость. Тем самым мы запечатываем опыт на уровне подсознания нервной системы. Можно поблагодарить себя, что вы сделали практику, что вы стали совершенней сокол очищения, волк регенерация, медведь наполнение, полос черепаха, расширение долголетия, мудрость. Тем самым это стимулирует подсознательно практиковать дальше. И разогреваем ладони до теплого, горячего состояния, омывая лицо, открываем глаза. Голова свежая, ясная и настроение прекрасное. Я благодарю тебя. Спасибо огромное, Дим, за все-все-все. Спасибо всем тем, кто сегодня был с нами, кто повысил уровень своей осознанности. У меня к тебе вопрос, Дим. Вот за последнее время, как ты замечаешь, людей сознание растет, их становится больше тех, кто занимается у тебя? Больше. Даже бывает, с кем-то идешь, разговорились, и он тоже практикует, что-то делает, ведет здоровый образ жизни. Уже даже на улице. Как это замечательно здорово. Я тоже замечаю, что намного больше людей, которые присоединяются, которые постоянно пишут и делятся своим опытом, своими успехами, своими мыслями, спрашивают или советы, или все, что угодно по этой теме. И это очень сильно радует. За что большое спасибо. Дим, спасибо тебе огромное. Всем большое спасибо, друзья, что вы с нами. Сегодня мой организм не хотел вообще дышать, прекращать дышать не хотел. Спасибо. Так, не, звонки, простите, поступают звонки постоянно. Да, так вот, я хочу сказать, что мы ждем, Дим, такой уникальной возможности, которая позволит нам быть поближе к твоим семинарам. Если это будет возможным, то будет очень здорово. Будем очень безусловно. Сейчас придумаем, что-нибудь сделаем, ну и тогда обозначим, может быть, на следующем эфире, чтобы все видели и слышали. Хорошо, чудесно. Тогда до скорых новых встреч, друзья, чудесного вечера. И желаю вам как можно больше осознанности, благости внутри себя и душевного спокойствия. Да. До встречи, друзья. Хорошего вечера. До встречи. Спасибо большое, Дим. Пока-пока. Спасибо. Пока.